Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу к Фасмилеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролёт безвылазно фармить. Прокачка доступна как для пользователей ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка в описании. Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Ватман. И после парочки основных видео по летнему обновлению пришло время тестить тачки. И первое, что я заметил при заходе в гонки, это радио. Не в том смысле, что раньше его не было. Просто теперь, независимо от того, выключили вы его в лобби гонки или оставили включённым, в самой гонке оно всё равно играет. И его нужно выключать повторно, если хочется, конечно. Но здесь нет ничего удивительного, это же Rockstar. Добавив что-то новое, они, как обычно, поломали старое. Скоро этот баг должны починить очередным патчем. А на тесте сегодня спорткар инветтеро ККД10. Продается он на сайте Legendary Motorsport за цену в 1 миллион 510 тысяч долларов, что удивительно, учитывая сколько стоят в игре вновь добавляемые машины. Прототип у него один, это Chevrolet Corvette C8 Stingray. Причём как спереди, сзади, так и по бокам. Даже крышу можно убрать и сделать кабрио-версию автомобиля, как и в жизни. Самые наблюдательные могут заметить, как у меня немного отстаёт звук. Это идёт негласная война с ОБС, который живёт немножко своей жизнью. И вот не успел я начать рассказывать про этот автомобиль, как он уже подкрался к финишу, показав сумасшедшие 54,5 секунды. И это только при первом заезде. Далее было идентичное время, но не такое быстрое. Сумасшедшее это время потому, что оно закидывает данный спорткар на первое место в общей таблице, обогнав более чем на секунду по максималке легендарную Оцелот Парию. И это спорткар, который стоит всего полтора миллиона долларов. Так что продолжаем проверять его характеристики и переходим на каскадёрскую гонку и в автомастерскую, чтобы посмотреть возможности его внешней кастомизации. Начинается она с бамперов, передних и задних. И вместо передних бамперов уже и на спорткары начали добавлять сплиттеры. Вместо задних бамперов опять же диффузоры. Куда интереснее обстоят дела с глушителями, которых здесь 6 дополнительных вариантов. И в отличии от бамперов, они гораздо ощутимее изменяют заднюю часть этого спорткара. Потому что помимо расположения глушаков, меняется ещё и внешний вид половины задницы. Решётка радиатора никак не изменяет внешний вид переднего бампера, а лишь обтягивает карбоновой плёнкой или перекрашивается в основной с дополнительным цветами. Вот раскрасок здесь 10 штук. Половина из них, конечно, сводится к одиночной и двойным полосам вдоль кузова, но это же корветт, куда без двух полосок. Ну и также есть парочка разноцветных вариантов. Окраска основной, дополнительный и цвет обивки. Основной перекрашивает весь кузов, дополнительные стоковые диски и все детали этого цвета, если вы их установите. Цвет обивки меняет внешний вид торпеды, дверей и сидений, почти весь салон. Далее находится раздел крыша. И вот здесь-то начинает прослеживаться вклад подсобного рабочего. Можно эту крышу убрать, перекрасить в дополнительный цвет или обтянуть карбоном. Если вы крышу оставите, то она отлично будет ловить все пули. В водителя и пассажира ничего свинцового не войдет. А если крышу убрать, то прям на удивление и пули проходят до салона, точнее насквозь и врезаются в асфальт. Но если по пути окажется водитель, то его зацепит. И когда Rockstar рисовали машинку, над подлокотником они сделали вот такой вот ориентир в виде треугольника, чтобы потом прорисовать крышу, ориентируясь на эту метку. И крышу-то они прорисовали, но треугольник убрать забыли. Так что если вы хотите выставить на показ все прелести салона своего спорткара, заодно покажете и всю изнанку жопорукости разработчиков. Если оставить машину с крышей, то треугольник пропадает. Так что польза от его наличия просто неоценимая. В разделе воздухозаборники на крыше можно установить воздухозаборники на крыше. Тут все логично, за маленьким исключением. Эти воздухозаборники настолько малы, что если их не устанавливать, то их и не заметишь. А если их установить, то их и не заметишь. А списание денег со счета заметишь. Раздел пороги предлагает на выбор один порог в разной цветовой гамме. В разделе спойлера вы найдете 8 дополнительных вариантов. Но даже при стандартном варианте полоска сцепления прокачана на максимум. Так что не сразу понятно, придают ли новые спойлера прижимной силы. Но покатавшись на одном из дополнительных вариантов, я был приятно удивлен, как будто сел на другую машину. Но об этом чуть позже. Полоска на лобовое стекло тоже только трех цветов. Даже нет фирменного названия марки автомобиля. Занижение подвески, 4 дополнительных варианта. И все, на этом уникальный тюнинг этого спорткара заканчивается. Еще в разделе дисков добавили новый подкласс. Уличные. Некоторые варианты здесь это хорошо замаскированные старые, но есть и реально крутые новые образцы. И это как раз то, чего я так долго ждал. А вообще в плане тюнинга этого спорткара Rockstar заметно схалтурили. Кроме проработанных глушителей и спойлеров, большая часть тюнинга тупо скопирована с других автомобилей. Так что в плане кастомизации вы какого-то неописуемого восторга не испытаете. Финишную черту каскадерского трека Инветера пересек со временем минутой почти 53 секунды. Это далеко не с первой попытки, но лучший результат, который я смог на нем показать. На общей таблице это 17 место и почти конец списка. В отличии от длинных прямых, для каскадерских гонок по типу моей спорткар не подходит. Переходим на городской круг. Привод у Инветера постоянный задний, переднего нет. Это накладывает отпечаток на его склонность к заносам. И в стоке машина действительно уходит в занос чаще, чем разгоняется в городе до своей максималки. Зацеп на сухом асфальте у него достаточно долгий. Разгон хороший, а тормоза просто отличные. Останавливает машину на любой скорости и очень быстро. Но это при условии, если вы не установили на машину броню. В повороты Инветера входит хорошо, если вы установите ему один из дополнительных вариантов спойлеров. Без него жопу автомобиля поднимает игровой воздух и сцепление с дорогой теряется. Как следствие заносы и еще раз постоянные заносы. Особенно на высоких скоростях. Так что из технических улучшений обязательно установка спойлера и по желанию занижение подвески. Почему занижение подвески по желанию? Потому что это один из немногих автомобилей, которому вообще все равно какая подвеска на нем установлена. На всех вариантах ведет он себя практически одинаково. Без спойлера Кокет Д10 будет заносить даже на раллийной подвеске, которая на других автомобилях делает их управление чуть ли не аркадным. Здесь вообще все равно какой вариант у вас стоит. При установленном доп спойлере вы будете отлично чувствовать себя и на стандартной подвеске. Занижение конечно немного меняет характеристики, но очень незначительно. Куда заметнее машина присаживается на картоны, как приора спустившаяся с гор. Как по мне это смотрится не очень круто на данном автомобиле. Финишная черта городского круга подобралась незаметно и пересек ее инвентера со временем минута и 15 с половиной секунд. Половина в этот раз оказалась понятием расплывчатым. Сначала это было 999 тысячных секунды, затем 620, потом еще улучшение до 535 и вот на 511 тысячных секунды закончилась полоска маленьких, но побед. Это лучшее время, которое показал спорткар на этом круге. Но на общей таблице это всего лишь 14 место и разница со целот паре почти 3 секунды. А победитель Гротти Итали ГТО так вообще на 6 секунд раньше приехал. В своих ранних видео после тестов я проверял много дополнительных параметров, таких как днище автомобиля, свет фар, прорисовка двигателя и прочие мелочи, которые большой пользы от просмотра не приносили. Но от этого видео растягивалось на 15-20 минут и не всем это нравилось. Так что я оставил только самые основные параметры. Открытие дверей, вид от первого лица и разрушаемость. К слову о дверях. Через меню взаимодействия открываются две двери, багажник и капот. Кто любит сходки и селфи-фотки с тачками, могут извлечь из этой информации выгоду. Вид от первого лица и салон мне понравился. Вид вполне себе удобный. Ничего не загораживается, можно ездить без проблем, особенно если убрать крышу. Салон не новый, такие на каждую вторую машину ставят. Немного изменили руль, добавив эмблему инветтеру и хромированную окантовку. Но самое главное, видно всю приборную панель, что уже не вызывает желания переключиться на вид от третьего лица. Теперь тест на разрушаемость. Нужно, чтобы понять, влияет ли на этот показатель установка брони. Вот что происходит с корветом, попавшим под поезд без брони. Тотальная деформация и горящий двигатель, словно тачка призрачного гонщика. Спустя минуту машина взорвалась. И вот как выглядит корвет с бронёй после встречи с поездом. Деформация идентична той, что и без брони, но за маленьким учленением. Машина ещё жива, не горит и даже не дымит. И большинство открываемых элементов кузова, таких как правая дверь, багажники, капот на месте, не отлетели. Так что броня здесь работает в принципе так, как и должна. Повышает машине запас прочности и сохраняет двери. Правда на других автомобилях она ещё влияла на степень деформации. Здесь не влияет. Но также броня влияет и на вес автомобиля, как и на всех машинах в игре. Если ездить не умеешь, то не заметишь. Но когда все повороты проходишь без столкновений, ощущается увеличенная инерция при вхождении в повороты и более длинный тормозной путь. Так что лично на этом автомобиле ставить броню для участия в гонках не стоит. Машина будет тяжелее. А для катания по свободной сессии, если хочется, можно и влепить, чтобы выдерживать больше столкновений и пуль от враждебных NPC и других игроков. Ну а вывод по спорткару Invetero KD10. Это автомобиль практически полностью скопированный со своего реального прототипа. Внешность у него кому-то может и не понравиться, но лично мне автомобиль кажется привлекательным. Общее впечатление испортил только треугольник подсобного, который забыли убрать. Чтобы на Invetero комфортно ездить, обязательно установите спойлер, броню и занижение подвески по желанию. Без них можно вполне обойтись. А вообще добавили его как замену Ацилот Парии, который обладает самой высокой максималкой в игре среди спорткаров. Теперь есть более быстрый конкурент. Но чтобы не сделать его новой имбой, как было с той же Парии в своё время, этот спорткар абсолютно не пригоден для остальных треков, только для прямых. Поэтому и цена в полтора миллиона долларов вполне оправданная. Rockstar и Take-Two не дурачки. Они учатся на своих ошибках и повысив одну характеристику, они нерфят другие. Типа баланс. Поэтому из-за своей максимальной скорости и цены, спорткар Invetero D10 является неплохим приобретением. А ещё лучше купить его, когда будет скидка. Но никто не знает, когда это произойдёт. Благодаря спойлеру, спортивной подвеске и отсутствию брони, я не испытывал дискомфорта при прохождении треков, отчего неудачных дублей было всего два. Да и те незначительные. А у меня на этом всё. С вами был Ватман. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok